приветствую вас уважаемые друзья на нашем канале new technology с вами как всегда юля сейчас мобильный рынок слегка замер в преддверии предстоящих анонсов и основная часть крупных мобильных игроков только готовится презентовать свои новинки на предстоящей международной выставке мобильной связи в барселоне поэтому сегодня буду говорить о сенсорах от sony и samsung так какой же сенсор будет интереснее для вашего смартфона такие вопросы задавались нашими подписчиками и мы решили осветить и эту тему в прошлом году мы стали свидетелями зарождения новой маркетинговой фишки для привлечения покупателей смартфонов это 48 мегапиксельная камера которая на сегодняшний день доросла в своих размерах до 64 и 108 мегапикселей но пока для большинства мобильных новинок актуальными остаются камеры 48 мегапиксельным сенсором но от разных производителей вот о них я и буду сегодня говорить при этом остается открытым вопрос что лучше и в чем отличие сенсора sony от сенсора samsung для начала давайте ответим на вопрос а зачем вообще нужно так много мегапикселей в камере ответ прост большое количество мегапикселей дает высокое разрешение а чем выше разрешение тем больше мы можем захватить детали в кадре без ущерба для качества помимо этого камера с высоким разрешением может выводить на экран изображение большего размера вы можете увеличивать картинку и обрезать ее без потери качества что очень удобно особенно если вам нужно только часть изображения ну например для печати и теперь возвращаемся к 48 мегапиксельным сенсором от sony amx 586 и samsung gm1 которые кстати считаются одним из лучших в отрасли и будем отвечать на вопрос так в чем же заключается разница между двумя камерами если она вообще есть и так начнем сенсора sony amx 586 этот датчик изображения выполнен по технологии simos которая характеризуется меньшим энергопотреблением и меньше подается нагреву поэтому simos сенсор можно использовать практически при любых погодных условиях также разрешение картинки составляет при 48 мегапикселях 8000 на 6000 точек при этом сам размер пикселя составляет рекордно небольшие 0,8 микрон это позволило уменьшить диагональ 48 мегапиксельного датчика до 8 миллиметров то есть размер датчика будет 1 на 2 дюйма но основная фишка amx 586 заключается в примененной здесь технологии quad buyer благодаря которой смежные 2 на 2 пикселя имеет одинаковый цвет и могут объединяться в один при недостаточном освещении что на выходе даст нам эквивалент пикселя с размером 1 и 6 микрон при этом будет меняться и разрешение самой камеры до 12 мегапикселей но четкость при ночной съемке практически не теряется в отличие от обыкновенных сенсоров в дополнение к этому преимуществу оригинальной технологии управления экспозиции sony и функциональные возможности обработки сигнала встроенные в датчик изображения позволяют выход в режиме реального времени и превосходный динамический диапазон который в 4 раза больше чем обыкновенного 12 мегапиксельного датчика даже сцены в светлых и темных областях могут быть захвачены с минимальной потери деталей в тенях если же говорить о хорошем освещении то здесь качество снимка будет на 48 мегапикселей с высоким разрешением в 8000 на 6000 точек и отличной детализации правда обработка самого изображения займет чуть больше времени что касается сенсора от samsung то он устроен несколько иначе последние данные показывают что он имеет лишь 12 миллионов эффективных пикселей с размером каждого 1.6 микрон это дает возможность надеяться на хорошие снимки при недостаточном освещении а вот для того чтобы выдать картинку разрешением 48 мегапикселей требуется произвести преобразование являющиеся своего рода интерполяции ведь поделиться физический пиксель не может отсюда нужно сделать вывод что детализация при таком разрешении у gm1 будет ниже чем у оппонента от sony при этом производитель также отмечает поддержку функции расширения динамического диапазона в реальном времени что призвано обеспечить более сбалансированную экспозицию насыщенные цвета и повышенную детализацию при съемке видео даже в условиях слабого освещения и высокой контрастности что можно сказать по итогу сравнению уважаемые друзья так это то что сенсор sony amx 586 выдает 48 мегапиксельные кадры полученные путем преобразования структуры пикселей тогда как снимки с аналогичным разрешением от samsung gm1 лишь результат искусственного увеличения изображения но в любом случае уважаемые друзья назвать полноценными сенсоры на 48 мегапикселей и у sony amx 586 и у samsung gm1 нельзя так как и в одном и в другом случае все это достигается благодаря технологиям пусть даже и разным правда можно отметить что samsung как бы созналась в неполноценности своего детища gm1 в сравнении с соневским amx 586 и новый gw1 будет способен дискримблировать цветной фильтр то есть не интерполяция до 64 мегапикселей объединение 4 пикселей в один большой с разрешением 9280 на 6944 точки с размером пикселя 0,8 микрон и размером сенсора 1 на 1,72 дюйма кроме этого корейцы выпускают обновленную версию под названием gm2 на 48 мегапикселей с поддержкой данной возможности которая все также подразумевает разрешение 8000 на 6000 точек размер пикселя 0,8 микрон и размер сенсора 1 на 2 и 25 сотых дюйма также компания samsung в своем новом сенсоре gw1 использует запатентованную технологию которая автоматически повышает качество изображения в условиях низкой освещенности убирая шумы в условиях смешанного освещения gw1 использует hdr до 100 децибел для обеспечения более насыщенных оттенков samsung заявляет что динамический диапазон обычного датчика изображения составляет около 60 децибел а человеческий глаз ближе к 120 децибелом так что самсунговские 100 децибел технологии hdr будет ближе все ж таки к человеческому глазу также этот сенсор оснащен технологии dual conversion game двойная компоновка пикселей и работает с технологией фазовой автофокусировки высокого класса так что уважаемые друзья посмотрим что изменится в сравнении с сенсорами от sony ну а теперь что касается самой компании sony сообщается что она представила новейший датчик sony imx 686 который имеет физические размеры 1 1 7 дюйма то есть речь идет об аналоге 64 мегапиксельного сенсора samsung gw1 но здесь также как и в случае с детищем samsung применяется все та же технология quad buyer которая при недостаточной освещенности gw1 или imx 686 может создавать 16 мегапиксельные фотографии с той же светочувствительностью что и датчики с размером пикселей в 1 и 6 микрон а при избытке света детализированные 64 мегапиксельные снимки но опять же из-за особенностей технологии назвать их полноценными 64 мегапиксельными фотографиями просто нельзя но эта технология также дает возможность расширить динамический диапазон при этом sony imx 686 обещает высокую чувствительность и возможность съемки в условиях недостатка освещенности он станет преемником 48 мегапиксельного сенсора sony imx 586 который был представлен ранее и используется во множестве аппаратов samsung правда уже выпустила 64 мегапиксельные и даже 108 мегапиксельные датчики для смартфонов на базе технологии quad buyer и даже вышли уже смартфоны с такими камерами так что sony несколько отстает впрочем imx 686 может предложить какие-нибудь более продвинутые функции вроде скорострельности видео возможности и так далее но и не секрет уважаемые друзья что еще и очень много зависит от программных возможностей самих процессоров и искусственного интеллекта конце хочу сказать что мы уж слишком многого ждем от небольшого глазка камеры пусть даже из кучи мегапикселей нагнанных программ на в самом сенсоре это никогда не заменит большой объектив хорошей камере но с собой и везде носить не будешь а смартфон все-таки гораздо меньше и мы надеемся что производители оправдают наши ожидания в плане камер и мы и на смартфонах сможем получать достойные по качеству изображения но я заканчиваю свой обзор и если он вам понравился то не забываем ставить лайк и оставлять свои комментарии как всегда я не прощаюсь с вами уважаемые друзья а говорю до следующего обзора на канале не технологи не уходите от нас те кто еще не подписался на наш канал обязательно подпишитесь не забыв нажать на колокольчик это даст вам возможность сразу получать новые видео с нашего канала с вами была юля и канал new technology всем пока пока и и и Субтитры сделал DimaTorzok